Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 октября. Вот посев подзимого лука и так сложно высчитать точную дату, чтобы не было рано, чтобы он не пророс, не было поздно, чтобы он не замерз. И так каждый год люди думают, пора не пора, пора не пора. А в этом году вот у нас в Сибирском регионе погода стоит такая аномально жаркая, что даже опытные огородники начали теряться, путаться, садить или не садить, садить или не садить. Я вот сегодня села, я обычно календарем не пользуюсь, ну так примерно в последних числах сентября сею стабильно всегда. Но в этом году мне пришлось даже воспользоваться календарем, вот этим прогнозом погоды. Я сейчас вам покажу, как я высчитываю. Я сегодня высчитала тот день, когда я буду сеять свой лук. Это уже точно, независимо от всего, я буду сеять. Я уже говорила, что сейчас в теплую погоду сеять нельзя. Вот смотрите, у меня 3 октября. И вы видите, вот какие температуры. Ну, конечно, синоптики нас не всегда радуют точными, но мне тут плюс-минус 2-3 градуса не важно. Мне важно, что календарь показывает длительный, продолжительный плюс. Значит, мне сеять рано. Вот смотрите, плюс 10, плюс 14, плюс 17, плюс 19. И чем дальше, тем жарче, плюс 21. Это значит, что если я сейчас посажу свой лук, он у меня прорастет, испортится посадка. Дальше смотрю, плюс 18, плюс 11, плюс 12. Казалось бы, вот здесь идет на уменьшение. 9, 6, 7, 6, 3, 4. И уже ночные минус. Ну, это я вот отсчитываю, мне надо 3 недели до холодов. Потому что есть такое правило, не садить раньше, позже, ой, садить не позже, чем за 3 недели до стабильных морозов. То есть, минус днем, минус ночью. Вот я ищу, когда у нас будет минус днем и минус ночью. Вот здесь, смотрите, у нас начался минус, вот минус 1, минус 3, минус 5. Но это кратковременно, а дневные температуры плюсовые, это значит тоже, это еще нестабильный холод. Вот, потом, как мы видим, опять идет плюс 12, плюс 10, плюс 10, плюс 10. И, наконец-то, температура вот стала 6, 10, не больше 10, как я уже говорила, нужно выждать, когда будет стабильно 7, 10 градусов днем. И начался минус, минус ночью и минус днем. Вот, смотрите, 1 ноября у меня будет минус 3 ночью, минус 5 днем и минус 3 днем, минус 5 ночью. Ну, короче, это не важно, главное, что я дошла до минуса, когда будет вот стабильный мороз. Значит, от этого дня, от третьего, мне нужно отсчитать назад 3 недели, то есть высчитать точную дату моего пассива. Вот, 21 день я считаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Это будет 11 октября. Если до этого я говорила, что я буду садить лук под зиму примерно в середине месяца, то теперь я знаю, что это будет не средина месяца, а это будет точно одиннадцатое число. Ну, вот, или десятое, или одиннадцатое, там как по своим делам посмотрю. Потому что как раз уже в это время устанавливается, видите, 11-12 градусов, как я и говорила, нужно 7-10, но это примерно так. И в это же время уже устанавливается прохладная ночная температура, то есть при такой температуре он не, как, это не очень благоприятная для него температура, чтобы он сразу пошел в рост. То есть пока он укоренится, вот эти три недели ему дается на укоренение, пока он выпустит свои корни, вот неделя пошла, 10 дней, он укоренится, и тут уже начнутся у нас холодные 3-5 минусы. Тут вот как раз общее правило, которое выполняют почти все, садить не раньше, чем за 20 дней до заморозков, и садить не теплее, чем 7-10, стабильно, чтобы уже было 7-10 градусов. Вот, видите, у меня тут 17-19 кончается, и вот с 10-11 у меня пошло 9, 6, 7, 6, 3, 4, 5, 6. Вот это вот самый благоприятный период, 10-11, чтобы мне посадить лук-сивок. Еще раз говорю, что я живу в сибирском регионе, кому-то, возможно, нынче даже придется садить позже, потому что говорят, что вот в центральной там России будет, возможно, еще дольше тепло, чем у нас, потому что у нас все-таки Сибирь. Но вот я вам показала принцип высчитывания точной даты. Если вы посмотрите календарь прогнозов на месяц, вы сразу увидите, в какой декаде, в первой, во второй или третьей, у вас начинаются морозы стабильные. От этих дней отсчитывайте 3 недели, и у вас будет вот эта точная дата посева лука-сивка. Все, всем до свидания, с вами была Ольга Чернова. Конечно, раньше были какие-то инородные приметы, и раньше были какие-то определенные свои даты, а сейчас, видите, в связи с такой погодой, с переменчивой, все у нас поменялось, все у нас перемешалось. Мы никогда не высаживали лук в середине октября, для нас это было поздно, поздновато. У нас в середине октября иногда был уже сплошной снежный покров. Но теперь у нас тепло, ходим мы. Но вот сегодня, правда, холодно, но вот на воскресенье опять будет 21 градус, опять будем ходить раздетые. Так что нынче у нас все сдвинулось на 2 недели. Все, до свидания.